Здравствуйте! С вами программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в преддверии памятной даты годовщины со дня ввода войск советских в Афганистан к нам в студию пришли Сергей Антевич Караев, председатель правления Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана, и Валерий Иванович Конопадский, председатель городского совета ветеранов. Здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. И для начала хотелось бы поговорить вот о чем. События 20 века для нашей страны были очень сложными. И в частности, те боевые действия, которые происходили в Афганистане, к сожалению, в школьной истории уделяется немного времени, и не каждый взрослый знает точно, что именно происходило. Вот вы, как очевидцы и непосредственные участники тех лет, может быть, вы расскажете, как это было? Ввод советских войск в Афганистан. Насколько я понимаю, Валерий Иванович, вы в начале принимали участие в боевых действиях, а вы в завершающих операциях. Так точно. Я после окончания училища в 1979 году об Афганистане знал мало. Знал, что это страна гордая, с которой граничит Советский Союз и другие государства. И там ведется непрерывно взаимоотношение, выяснение обстоятельств, а кто главнее в данном регионе. Поэтому, зная о том, что страна богата полезными ископаемыми, особенно на северной части, зная, что там живут в основном мусульманские, национальность мусульманских народов. И поэтому относился к этому спокойно. Но в конце 1979 года в звание лейтенанта поступила команда прибыть в город Термес для дальнейшего прохождения службы. К концу сентября уже все принимали, прекрасно понимали, что ввод в войск был неизбежен. И 25 декабря наши войска сосредоточились у границ в Афганистан. Это в основном части были 108-й мотострелковой дивизии, это части 5-й мотострелковой дивизии, Скушки, то есть Термеса, Скушки. И 103-я воздушная десантная дивизия, которая должна была десантироваться и с воздуха занять определенные указанные районы. Я в Афганистан прибыл 14 января 1980 года в составе частей и подразделений, которые меняли те отмобилизованные части, которые уже были в Афганистане. То есть фактически кадровые офицеры пришли на смену тем, кто был призван из запаса. Это так называемые двухгодичники, то есть после институтов и солдаты, которые работали в народном хозяйстве. На своих машинах они прибыли туда в составе нашей дивизии. Мы их меняли. Вот такие события, они нам, скажем, навязывались на воспоминания, ну, несколько своеобразных таких моментов. Прежде всего необходимо сказать, что отмобилизованные части и части постоянной дислокации – это большая разница. И нам было необходимо в кратчайшие сроки подготовить личный состав для того, чтобы вести боевые действия. Итак, если вы ехали еще, грубо говоря, не зная, что там будет, то, допустим, Сергей Антевич в составе уже ехал туда, где боевые действия уже шли и подходили к завершению. Да, еще раз добрый день всем смотрящим нас людям, особенно ветеранам. Пользуясь случаем, передам привет своим сослуживцам. Потому что хотел бы сказать, что, конечно, когда мы отправлялись на службу в армию, как бы уже Афганистан как таковой был в самом разгаре. Но о том, что будет в скорейшее время там какое-то предполагается о его окончании или свертывании ограниченного контингента советских войск в этой республике, конечно, никто еще не предполагал. Хотя, ну, уже достаточно четко было понимание, что согласно определенным нормативам и принятым положениям в ООН, страна не могла занимать больше 10 лет территорию соседнего государства, оказывая интернациональную помощь. Потому что в противном случае мы могли бы уже превратиться, интерпретироваться, как сказать, не в первый раз Советский Союз, в плане оккупантов и насаждающих свою там какую-то коммунистическую волю. Ну, хотел бы в первую очередь сказать про Рязань. Как таковую, что в Рязани достаточно большое количество военнослужащих, которые прошли через горнил Афганистана. И в конце апреля 87-го года я благополучно прибыл в Афганистан. Базировался мой отряд номер 173 в городе Кандагар. Мы были приданы к 70-й бригаде как отдельный батальон спецназа. Но опять-таки на тот момент, согласно Конвенции ООН, Советский Союз, как и прочим и все остальные страны, вроде бы как не могли иметь части специального назначения. Поэтому мы назывались достаточно просто. Это третий отдельный мотострелковый батальон. И в своих передвижениях нас отличала только тактика проведения операции и, соответственно, форма одежды. Нам не повезло, мы попали в засаду и понесли достаточно большие потери, как, впрочем, и вся наша рота, и весь отряд, который находился в одной из самых активных точек. Вот мы были 46 человек одного призыва в третьей роте, а ОЛИС мы более-менее в добром здравии и вертикальном, скажем так, соотношении тела относительно земли, только в количестве 16 человек. Особенно там, скажем, хотел бы уделить аспекту этой деятельности своей исторически в плане участия в афганском движении. Значит, я был еще с 90-го года, это была такая у нас РФИВА Войнтер, достаточно сильно объединявшая. Как раз тогда на тот момент был создан уже и стала подразделяться между организациями инвалидов и ветеранов. Союз ветеранов Афганистана уже был трансформирован из маленькой локальной организации уже в общероссийскую. Для нашей организации на тот момент сыграло очень большую роль именно то, что мы были, во-первых, афганцами, а во-вторых, мы именно обратились в свои коммерческие деятельности на резинанский перерывающий завод. Там Владимир Иванович Асавалюк нас просто всячески поддержал. История у нас достаточно витивата и сложная, со своими взлетами и падениями. Организации трансформировались, реорганизовывались, но в основном личный состав участвующих в них, наверное, оставался один и тот же. И надо отдать должное, что здесь все-таки общая канва того, что мы направлены именно как работая на общество для тех людей, которые не всегда могут себя обеспечить. Мы старались по мере сил оказывать возможность, помощь, в случае преференции устраивать, праздники. Либо такое, знаете, объединяющее больше мероприятие для того, чтобы сплотить людей. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что мы, в частности, как союз ветеранов Афганистана, достаточно активно стараемся позиционировать себя в обществе, участвуем в общественных мероприятиях. Вот у нас есть авторы. Это Василий Георгиевич Серебряков. У него есть ряд хороших изданных им книг, где мы там помогали. Но в основном, конечно, я так думаю, что ему оказывал поддержку Франц Адамович Клинцевич. Она называется «Афганская война. Взгляд через 35 лет». Ну, я считаю, что это одна из правдоподобных и действительно исторически верных представленных точек зрения. Мы недалеко 24 ноября сего года провели учредительное собрание ассоциации с рабочим названием ветераны воин и вооруженных конфликтов Рязанской области. Потому что на сегодняшний день мы именно благодаря усилиям Валерия Ивановича непосредственно, оно было учреждено, было принято положение, по которому в течение двух лет эта ассоциация должна проработать. И в случае ее успешности и демонстрации своей работоспособности, и самое главное, если это синергетический эффект от объединения всех ветеранских организаций, неважно, инвалиды или просто ветераны, будет достигнут посредством того, что многие действия у нас в некотором смысле имеют повторяющийся характер. То есть, каждая из организаций проходит этот алгоритм по-своему, с большими потерями, с меньшими, достигая результата сразу, либо через некоторое определенное время. Но в любом случае, как говорится, всегда надо стараться быть вместе, потому что все-таки венчик сломать труднее, чем в одну салоне. Ассоциация, она и есть некоторый такой срез общества, людей, которые прошли через войну, через горячие точки, которые понимают, что такое плечо товарища, как надо правильно проводить уроки мужества, заканчивая даже тем, что проведение единых праздников, елок, например, для детей погибших, или там уже наших детей и внуков, жизнь не закончилась, она продолжается. И как бы в любой организации, надеюсь, что вы найдете к себе внимательное отношение, вежливое. К тому же, мы всегда готовы поддержать своих собратьев, не только афганцев, ребят, принимающих участие в чеченской компании, те, кто воевал дальше в каких-то закрытых конфликтах. Поэтому я еще раз всех приглашаю найти на достаточно просто основное представительство Союза ветеранов Афганистана, как одного из инициаторов этой ассоциации. Это улица Горького, дом 1, офис 39, Российский Союз ветеранов Афганистана, телефон 219393. Большое всем спасибо еще раз в преддверии этой памятной даты. Хотел бы сказать, что выражаясь соболезновой всем тем родственникам, у кого погибли их кормильцы, сыновья ли, мужья ли, отцы ли, царствие небесное, ну, пускай земля будет пухом, наверное, вот так вот. Ни на секунду не хотелось вас останавливать, Сергей Антонович, и очень полно вы рассказали о том, зачем вам это нужно, зачем вы в этой безвозмездной, так сказать, деятельности принимаете участие в течение такого долгого времени уже продолжительного. И я думаю, всем понятно, что никто из участников этих боевых действий не остается без внимания, без участия. Все могут найти и советы, и приюты, если одиноко, в частности, да, и если какая-то материальная помощь нужна. Стараемся, да. Да, и, может быть, Валерий Иванович, вы тоже хотели бы что-то добавить вот в завершение нашей беседы. Ну, я хотел сказать, так как приурочено наше сегодняшнее вот это мероприятие приурочено к такому памятному дню, как ввод войск в Афганистан, что 9 лет войны в Афганистане – это тяжелая и потеря, и тяжелая травма для всего нашего государства, для тех, кто непосредственно принимал участие. Ведь только рязанцев, 137 человек погибло в этой войне. Мы учтим их память, у нас есть память, где мы собираемся, и 25-го числа, в день ввода войск в Афганистан, мы там соберемся, для того, чтобы отдать дань уважения, памяти тех людей, которые нет с нами. А ведь афганская война за 9 лет унесла 14 тысяч молодых жизней, и из них около 2 тысяч офицеров. То есть, фактически, 6 солдат погибло, 1 офицер, 6 солдат, 1 офицер. Это молодые люди, это те люди, которые могли сделать очень много для нашего государства, но они полегли на полях сражений именно в Афганистане. Там не зря они погибли. И мы не зря воевали, хотя об этом очень много говорили. Я считаю, что свою задачу, как воины-интернационалисты, мы выполнили. Мы не позволили американцам, прежде всего, верховенствовать над территорией Восточной Азии. Поэтому мы с гордостью сегодня носим такое придуманное имя, как афганец, человек, который прошел, вот гордила этой войны. Я также хотел бы отметить, что, к сожалению, война сделала людей очень многими калеками. Фактически около 50 тысяч молодых людей остались калеками после увольнения из вооруженных сил. Очень многие были офицеры комиссованы. Но есть второе. Есть то, что патриотизм и мужество нашего солдата, как ни в одной армии мира, еще раз в Афганистане доказало, что нашу армию победить невозможно. В разное время в Афганистане находилось в пределах 100 тысяч личного состава, 100 тысяч военнослужащих. В первые дни в Афганистан вошло где-то 81 тысяча военнослужащих, солдат и офицеров. То есть ограниченный контингент советских войск в Афганистане в различное время был различен по своему составу и по количеству. Но в итоге мы получили боеспособную 40-ю армию, которая была выведена из Афганистана. И очень колоссальный опыт ведения вот такой войны. Отдельно хотел бы поблагодарить всех председателей, которые участвовали на начальной стадии формирования, принимали активное участие в формировании ассоциаций, поверили в нас и, собравшись, приняли решение об ее создании. Потому что на сегодняшний день, как человека уже достаточно опытного, я бы не спешил делать таких далеко идущих выводов или декларировать какие-то лозунги, которые потом окажутся несбыточными. Но здесь как бы все достаточно просто. У нас на сегодняшний день все в наших руках. То есть предпосылки основные имеются, опыт работы у нас есть. Как это делать правильно мы уже знаем. Поэтому я думаю, что у нас должно все получиться с Божьей помощью нормально. Я всем выражаю благодарность. Благодарю всех тех людей, которые нас поддерживают, оказывают всяческое содействие. И надеюсь, что мы оправдаем ваши надежды в полной мере. День ввода войск в Афганистан – это день памяти, день скорби и день уважения тех, кого нет с нами. Потому что эти люди, они думали не о себе, а думали о родине, как бы это ни громко звучало. И хотелось бы от лица и всей нашей телекомпании, и наших телезрителей, я думаю, выразить тоже слова соболезнования тем родственникам погибших. И сказать слова благодарности вам, в частности, тем, кто остался в живых. И кто своим примером, примером своей деятельности, примером своей биографии, подает пример поколениям будущим. И дает надежду и веру в то, что российский народ через века непобедим. Спасибо, Сергей Антеевич, и спасибо, Валерий Иванович, за то, что пришли к нам в студию. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова